Вы напрасно встали, госпожа. Вам бы еще надо полежать. Очень время дорого, Джанет. Но я не уверена, можно ли доверять Хаджаге. Тогда ему самому не сдобровать. Он об этом знает. Чай с ромашкой, госпожа. Он успокоит. Да. Войдите. Зачем явилась? Опять мне угрожать будешь? Страшная тайна лежит у вас на сердце тяжким грузом, я понимаю. Но это не оправдывает вас и ничего не меняет. Не утруждай себя напрасно. Мой сын твоей лжи никогда не поверит, а свидетелей у тебя нет уже. Повелителя я еще не рассказывала. Но если придется рассказать, Хаджага подтвердит мои слова. Так, Хаджага? Так, госпожа. Раз так, то зачем ты пришла? Ступай. Иди расскажи. Как хочешь, что хочешь. А ты, Хаджага, станешь ее свидетелем. Давайте, уничтожьте меня. Думаю, что вам само это лучше сделать. Сказать повелителю, что Дервиш Паша убийца Падишаха. И вынести ему смертный приговор кюссам, верно? Именно. Пусть это будет вашей карой. Вы отправите Пашу на казнь. Иначе повелителю. Будем вынуждены все рассказать мы. И не только о Дервиша Паше, но и о том, что ваши отношения с ним выходят далеко за пределы дворцового этикета. Госпожа, я умоляю вас, прислушайтесь к словам Кесам Султана. Иного пути нет. Пускай получит Дервиш Паша то, что заслушал. Подумайте о себе. Подумайте о чести династии. Я считала, я была убеждена, что ты мне предан. Как жаль. Хаджака, даже смерть твоя Хаджи не так огорчила бы меня, как твое предательство. Ладно, Кесам. Я скажу, только дай мне немного времени. Мне непросто это сделать. До завтрашнего вечера, срок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова